И объединит нас в раю. Аминь. Мое имя Умар. Я бывший имам. И в данное время я работаю с молодежью. Я хотел бы вас пригласить в скором времени, иншаллах, в наш молодежный центр для того, чтобы вы вдохновили нашу молодежь. Итак, мой вопрос. Лично я не слежу за UFC. Да и вообще я ни одного боя за всю жизнь посмотрел. Но вы мне интересны именно как личность. И я уважаю вас как личность. И уважаю те решения, которые вы принимаете. Когда вы ушли из UFC, я думаю, что причина этому послужила, возможно, хотя и сомнения, что в UFC есть некие элементы харама. Исходя из того, что это причиняет вред, или, к примеру, дети, которые смотрят это, они пытаются подражать этому. Или же что-то другое, которое вызывает сомнения. Я знаю, что это является объектом дискуссий. Но было ли это причиной ухода из-за того, что это может быть тем, что не радует Аллах? Спасибо, спасибо большое. А есть ли здесь какие-либо опасения касательно того, что UFC является харамом? И является ли это причиной того, что вы ушли из UFC? Да, конечно же. Это не является благим делом разбивать людям лица. Сто процентов. Как я могу сказать то, что это халяль, брат? Я не вправе разделять что-либо на харам и халяль. Я просто обычный человек. Да, иногда я бью людей. Но это не есть хорошо, брат, сто процентов. По сути, это хороший вопрос. Знаешь, я не соглашусь с людьми, которые бьют лица другим. И именно поэтому я больше предпочитаю там душить, бороться. И вообще, когда есть возможность, я не бью в лицо. И даже тогда, когда я их ломаю, я говорю с ними. Типа, эй, тебе нужно сейчас сдаться. Сегодня у каждого есть возможность стать причиной счастья тысяч людей. Наши братья и сестры, которые мы с вами строим скважины чистой воды, мечтают о мечети. У каждого на карте есть остатки 5-10 рублей. Отправив их на сбор, вы ничего не теряете. Представьте, братья и сестры, за каждый совершенный в этой мечети намаз и за каждый проведенный урок в этом адресе нас ждет великая награда от Аллаха. Поэтому примите участие, внеся хотя бы 10 рублей в это дело. Люди для людей.